Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про коридороса. Коридорос популярный среди аквариумистов, представитель карликовых сомов. Естественно, среди обитания его можно встретить в водоемах юго-восточной Бразилии, Парагвая и Урагвая. Коридоросы имеют вытянутое приплюснутое снизу тело, покрытое роговыми чешуйками на верхней и нижней челюстях у этих рыб по паре усиков. Коридоросы мелкие сомы, даже самые крупные из них обычно не достигают больше 4-5 сантиметров в аквариуме. Обычно, если, например, самый маленький коридорос пигмей, коридорос воробей, коридорос хаброзус, они вырастают около сантиметра. Это самые мелкие коридоросы. Самые крупные коридоросы, это брохесы, например, изумрудные, они могут вырастать до 6 сантиметров. Но обычно коридоросы, например, золотистые или крабчатые, это в районе 4 сантиметров в аквариуме растет. Отличительная особенность коридоросов заключается в том, что помимо жаберного для них характерно и кишечное дыхание. Обычно сомики коридоросы всплывают на поверхность и заглатывают маленький пузырек воздуха. Кислород из него усваивается в толстой кишке. Коридоросы миролюбивые, спокойные рыбки. Они хорошо уживаются с большинством подводных обитателей. Безопасен для всех рыб, абсолютно для всех рыб. И по большей части для всех ему никто угрозу не представляет просто потому, что у него есть три шипа на плавниках. Когда он плавники расставляет, если кто-то его пытается поглотить, он получает порцию довольно-таки едкой слизи. И поэтому рыба понимает, что это несъедобно и оставляет его в покое на все оставшееся время. Но все-таки с рыбой размера астронотуса его сажать нужно либо с опаской, либо вообще не стоит. В основном это аквариумы где-то 60-40 литров и больше можно. И население в размере 3-4-5-6 сантиметров. Ну, скалярий, например, самый крупный из соседей у местных гурами, растениям он не вредит, креветками он уживается очень умеренно. Но самые мелкие коридоры, например, могут уживаться с карликовыми креветками. Но все равно они будут есть их малька, поэтому с креветками, ну, смотреть сами. Тут уже вопрос выбора. Сомики коридоросы неприхотливы. Необходимо обеспечить им качественную фильтрацию, рацию, наполнить аквариум густой растительностью различными укрытиями, вроде коряк и пещер из камней. Кроме этого, нужно осуществлять регулярную подмену воды. Также важно отметить, что сомики коридоросы любят приглушенный свет. Содержание для него стандартное, как для всех остальных рыб. Это тоже треть-четверть объема подмены, кормление ежедневное, температура. Он может на верхней границе температуры хорошо существовать. То есть 25, 28, 30 для него приемлемо. С дискуссами это неплохая компания. Для растений безопасно. Обычно держится около дна, где собирают остатки корма. И в природе они там охотятся на дне, они охотятся на червей. Это сом платоядный. Он не должен питаться исключительно растительными кормами. То есть для его, предположим, если сом худой, худенький приехал, его нужно раскармливать белковыми кормами. На растительных кормах он не вырастет. Но если это сом хорошей упитанности, нормальной упитанности, то на общих кормах он хорошо себя чувствует. Даже на сухих кормах он нормально себя чувствует. Но он не вегетарианец, абсолютно не вегетарианец. Он платоядный сом. Средняя продолжительность жизни сомиков-коридоросов составляет от 8 до 10 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!